Больше 10 лет назад у Александра обнаружили заболевание почек. Сделали имплантацию, но новый орган через несколько лет отказал. С тех пор мужчины нуждаются в кемодиализе трижды в неделю. Даже небольшой сбой режима серьезно влияет на самочувствие, рассказывает Александр. Первые две недели еще было терпимо, потом уже появилась слабость, начало тошнить по утрам, начало повышаться давление, сердце болеть стало. Ну то есть такие признаки интоксикации. Люди с такими же проблемами, как у Александра, вышли сегодня на пикет. Говорят, это весной им на месяц сокращали количество процедур, и это весомо сказалось на здоровье. Если же гемодиализа не будет вообще, пациенты обречены. Оплачивать еженедельный курс стоимостью в 2000 гривен у многих возможности нет. Кроме этого, нужно докупать медикаменты и соблюдать специальный режим питания. Раньше нам сокращали ее с 3 до 2, а сейчас сказали, что она будет прекращена полностью. То есть более чем 250 пациентов практически обречены умирать. Причем они убирать будут медленно и мучительно смертью, потому что умирают не сразу, а происходит интоксикация, отравление, и человек постепенно умирает. Кроме прочего, пикетирующие сетуют на обслуживание в медцентре. После того, как пролежали 4 часа на кушетке, на диализе, потом 4 часа сидят на топчане в холодном помещении, ожидают скорую. Сейчас на Харьковщине около полутысячи пациентов, нуждающихся в гемодиализе, четверть – переселенцы. Из-за политической ситуации в стране 18 программ по здравоохранению с начала года не финансируются. В том числе нет денег и на гемодиализ. В этом году, кроме того, что государственные программы совсем не работают, кроме того, нагадую, есть увеличение курса иноземных валют, а именно до них, на жаль, рассчитываются, рассчитываются при покупке вытратных материалов на гемодиализ. Первый. Второй – введенный 7% податок на доданную ценность, в частности, на вытратные материалы на гемодиализ. С начала года на процедуру гемодиализу областные власти выделили 50 миллионов гривен. Не хватает еще 37 миллионов. Накануне вечером по распоряжению президента из казны тоже выделили средства. Но это только десятая часть нужной суммы. Директор департамента финансов сегодня будет заниматься с тем, чтобы вместе, проинформировав главу областной государственной администрации, искать дополнительные средства, чтобы их можно было выделить. На сегодняшний день такой возможности по заявлению директора департамента нет. После переговоров с областными властями поставщики согласились дать препараты в долг еще на неделю. За это время чиновники должны найти деньги. Ирина Антонюк, Алексей Жучков, Медиагруппа «Объектив».